Есть целый ряд исследований, которые подтверждают влияние домашней обстановки и мебели на людей, живущих в доме. Оказывается, дизайн интерьера оказывает не меньшее влияние и на домашних животных. Разница между ними и людьми заключается в том, что животные не могут выразить свое раздражение и неудобство словами, но полагаются исключительно на поведение. Однако это не всегда правильно понимают их владельцы. Если ваша собака или кошка проявляют признаки нервозности, беспокойство, в некоторых случаях выражают агрессию или напуганной без видимой причины, причиной может быть неуместный и раздражающий дизайн интерьера. Какие ошибки совершают многие владельцы домашних животных, даже не осознавая, что это может нанести вред их питомцам. Яркие цвета, широко распространено мнение, что собаки и кошки видят черное и белое. На самом деле это не совсем так. Они воспринимают определенные цвета, они также могут видеть при слабом освещении во много раз лучше, чем люди. Животные имеют способность видеть ультрафиолетовый спектр света, к которому наши глаза нечувствительны. Это означает, что некоторые цвета могут быть слишком раздражающими для животного, и это приведет к изменению его поведения. Это касается и ярких предметов в доме, особенно флуоресцентных. Придерживайтесь более мягких оттенков в доме, желательно желтого или фиолетового в их бледных формах, а также всего спектра бежевого. Деревянные полы и раздвижные поверхности. Дерево дарит нам самый приятный уют в доме. Многие люди выбирают именно деревянные полы для дома. Другие предпочитают плитку, которая, однако, скользкая не только для людей, но и для животных. Деревянный настил также удобен для молодых щенков, которые еще не имеют развитой моторики. Однако, напротив, пожилые собаки могут скользить по деревянному полу. Их пальцы, лапы, суставы могут быть повреждены, если собака попадет ногой в щель между планками дерева. Чтобы предотвратить скольжение и потенциальную травму, положите ковры в нескольких местах-местах. Это обеспечит вашей собаке лучшее сцепление. Опасные фигуры и предметы. Если у вас есть собака или кошка, вы должны думать об них, как о ребенке. Уберите любые опасные предметы, которые могут повредить животное, выступающие и острые предметы, хрупкие аксессуары для дома, вещи, которые при проглатывании могут отравить животное. Все эти предметы могут храниться в специально отведенном для этого помещении, в которое животное не может попасть. Например, спрячьте все опасные предметы и ядовитые вещества за дверью с круглой ручкой, которую ваша собака или кошка не могут открыть, в отличие от стандартных дверных ручек. Места, которые увеличивают стресс. Кошки и собаки страдают от феромонов. Это их способ общения и восприятия мира. Когда животное испытывает стресс, оно отмечает определенные зоны, чтобы успокоиться. Наблюдайте за своим животным, может есть места, которые привлекают его внимание, заставляют его нервничать и метаться. Распылите на эти участки успокаивающий спрей для собак или кошек, соответственно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!